...злокачественных опухолей. По страху, который внушает людям, первое. Рак. Бич 21 века. Сотни институтов и лабораторий во всём мире работают над этой проблемой. Тысячи исследователей стремятся понять причины и найти лечение. Меня зовут Анна Кудрявцева, мне 35 лет. Я возглавляю лабораторию постгеномных исследований в Институте молекулярной биологии имени Энгельгарта. Работа Анны – это масштабное фундаментальное исследование процесса канцерогенеза – перерождения нормальной клетки в злокачестве, которое она изучает комплексно уже более 10 лет. Мы исследуем молекулярно-генетические особенности опухолей, в том числе редких. У людей, которыми поражены, практически нет возможности получить адекватное лечение, поскольку информации катастрофически не хватает. За расшифровку новых механизмов канцерогенеза Анна Кудрявцева стала лауреатом премии президента Российской Федерации для молодых ученых. Сейчас во всем мире идет мощное развитие медицины, и особенно онкологии. То, что еще недавно казалось фантастикой, сейчас воплощается в реальность. Я не знаю, сможем ли мы полностью победить раму, но точно знаю, что нужно пытаться. Друзья, мы снова увидели субтитры английские. Трансляция идет на весь мир. Все должны знать, что сегодня происходит в Сочи. Ну а дальше эпизод, история двух возлюбленных. Они счастливы, но внезапно девушка заболевает. И огромный красный шар становится зловещей аллегорией. ПЕСНЯ Рак, что вы чувствуете, когда слышите это слово? Вы узнали его еще в детстве, когда скорая навсегда увезла близкого человека, а взрослые на кухне шептались. Рак, ничего не поделаешь. Тогда вы начали бояться этого слова. Болезни неважно, кто перед ней, богатый или бедный, взрослый или ребенок, незнакомец или ваш близкий, которого вы пытались спасти всеми силами, но не смогли. Моя семья тоже столкнулась с болезнью. И я знаю, как в такие моменты сердце разрывается на части. И хочется кричать в небеса, потому что на земле не якого спросить. Почему? Когда от крика бьется небо, Я от фальшивых слов и глаз лишь больней. Я в зеркала ловлю, словно мне в ад, Село ангелов твоих, души моей. Вот мой ответ Никто не виноват Исть мы на свет И нет пути назад Мой ответ Никто не виноват Без смерти нет Я все-таки иду На свет Рак Рак – это не обязательно приговор. Каждый день регистрируются новые лекарства И появляются новые стратегии борьбы. Уже сейчас можно помогать тем, кто раньше считался безнадежным. А сколько трагедий удалось предотвратить благодаря новым технологиям, Которые помогли вовремя найти и остановить болезнь. Многое уже сделано, но еще большее предстоит. На достижениях ученых настоящего строится медицина будущего. И мы должны действовать и работать дальше С памятью о наших ушедших близких. И главное – с заботой о живых. Давайте подумаем о тех, кому очень нужна наша поддержка прямо сейчас. Дадим им почувствовать, что они не одиноки. Мы не сдадимся. Дадим им почувствовать, что они не одиноки. Мы не знаем, что они не одиноки. Не бойтесь идти в науку. Не бойтесь искать новые методы и новые пути. Не бойтесь заглянуть в неизвестное. Путь ученого тернист, как не просто путь врача. Это бессонные ночи, проведенные в размышлениях и экспериментах. Но ведь и сама жизнь непроста. Зато какую радость приносят открытия, Особенно способные кому-то помочь. И не нужно бояться неизвестного. Потому что в нем прячутся будущие, великие открытия. Лавандовая ленточка – это международный символ борьбы с любым видом рака. Мы видим, друзья, начинается флешмоб. Танцоры-зрители складывают ленточки и прикрепляют их у себя на груди. Цель нашего фестиваля – обсудить пути решения проблем. Различных проблем. Преодолеть их. И кому, как ни нашей молодежи, ни молодым людям, Которые приехали сюда, к нам в Сочи, сделать это. Мой ответ, никто не виноват. Исть мы на свет, и нет пути назад. Мой ответ, никто не виноват. Без смерти нет, я все-таки иду на свет. Ученый, лауреат премии президента Российской Федерации Анна Кудрявцева, Россия. Певица и актриса Юлия Паршута, Олег Кондраков. Друзья, это был замечательный эпизод с счастливым концом о победе над страшной болезнью. И следующую историю тоже можно назвать чудом. История о том, как благодаря социальным сетям сёстры-близнецы нашли друг друга. Сети, почта, мессенджеры. Мы постоянно на связи. Огромные расстояния превращаются в ничто. Весь мир помещается в одном гаджете. Виртуальными стали музей, спорт, путешествия и государство. Можно завести даже виртуального питомца. Мы живем в мире, переполненном информацией. Волны спама и флуда делают получение действительно нужных данных трудной, порой непосильной задачи. Но всё-таки в этом океане информации мы находим что-то важное. Забытые игрушки, потерянных домашних животных, новую работу и старых друзей. А иногда... В информационном обществе людям особенно важно чувствовать свою связь с настоящим. Ощущать себя частью семьи. Быть окруженными заботой и любовью. Семья защищает нас, поддерживает и помогает. Дома без близких. Новый эпизод Посвящен социальным сетям, их плюсам, минусам эпизод, в том числе о главной страсти 21 века, о страсти миллиардов людей к селфи. Помните, как сто лет тому назад после гибели человек оставался обычно 5-6 фотографий, родился, женился, а сегодня мы документируем каждый свой шаг. Кстати говоря, в этом эпизоде используются фотографии, которые были присланы многими людьми в адрес нашего фестиваля. И эти фотографии можно будет увидеть. В общем, прямо сейчас мы наблюдаем за грандиозным флешмобом, который разворачивается и в реальном, и виртуальном пространстве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я делаю помощь для помощи людей, которые приходят из дома, на Facebook и на различных платформах. Сегодня, я еще очень благодарна тем, кто ответил к моему сообщению и связывал меня с детьми. Привет! Меня зовут Элайза Чанг. Я из Роу, Малейсия. Когда я впервые увидел лу-какли, я посмотрел фотографии и сказал, «Я не вспомнил фотографии». Мы сравнивали фотографии на Facebook и понимали, что в период времени в жизни, мы имеем в виду, одежда, одежда, и даже папа мы имел название. Когда мы наконец-то встретились в бас-басе в 2013, я чувствую, как я встретил друг друга, кто-то я давно знал. Мы провели 10 месяцев вместе в доме мамы, только чтобы уничтожить 25 лет. Я никогда не знал о ней. Я возникла в том, что я был только ребенок. Я не могу помочь чувствовать что-то потерял. Я никогда не подумал, что это может случиться. Но медиа социальной связи социальной связи с нами и изменил жизнь forever. Эксперимизация этого учитывая, что семьи не имеют отношения с детьми, и чтобы быть открытым для чего-то нового. Мы сейчас живем вместе в Сингапуре, и мы благодарны, что у нас есть друг с другом за все остальное путешествие. Если что-то такое может случиться с нами, то абсолютно все, что в жизни может быть возможным. А мы, между прочим, друзья, здесь, в Сочи, установили рекорд Гиннесса по смайликам. А еще в Книгу Гиннесса попал платок площадью 400 квадратных метров, связанный в Оренбурге в рамках нашего фестиваля. Платок размером 20 на 20 метров представили сотням гостям фестиваля, которые прибыли в город из 54 стран мира. Браво, Оренбург! Потрясающий эпизод! И, конечно же, я говорю огромное спасибо сестрам-близнецам и моим персональным любимицам Маше и Настя Толмачевы! Сингапур! Финалистки конкурса «Евровидение» Мария и Анастасия Толмачевы! Из Сингапур. Твин-сестер Грейс Лу и Элайза Чонг. Евровизионные сестерички Толмачевы. Но мы идем дальше, уважаемые друзья. У фонарационного бума есть начало, но нет конца. И поэтому мы плавно переходим к следующей теме. Это будет тема образования. Наш новый симпатичный герой Роман Гехт. Это высокогорная страна в мире и одна из самых красивых. Здесь проживают более 30 миллионов человек. Многие из них не умеют читать и писать. Школ мало, учителей не хватает, а дети едва помещаются в классы. Меня зовут Роман Гехт. Мне 31 год. Я архитектор из Владивостока. Вместе с волонтерами мы построили школу в Непале. Во время путешествия по долине Джафе в Непале Роман увидел местную школу. Жители сами основали ее, потому что очень хотели, чтобы их дети имели возможность получить образование. Школа представляла собой комнату с бамбуковыми стенами и земляным полом. Если бы вы оказались на моем месте, вы бы сделали то же самое. Сам бы я, конечно, не справился. За все время строительства школы с нами работало более 160 волонтеров из 21 страны. 6 дней в неделю, 7 часов в сутки, вооруженные лопатами, ломами, тачками, кувалдами и кирками. Архитектор и команда волонтеров упорно создавали место, где хотя бы сотни учеников сможет успешно окончить 10 классов и получить шанс на достойную жизнь. Волонтерство – это тяжелый труд, который позволяет трезво взглянуть на мир и свое место в нем. Наша команда – самая искренняя, с которой мне довелось когда-либо работать. Мне очень повезло познакомиться с этими людьми. Именно эти люди сделали проект уникальным, стали его героями. Каждое утро они встречали с мыслью «пора сделать этот мир чуточку лучше». И у них получилось. Поначалу местные не понимали, что происходит, а когда поняли, стали помогать. Во время очередной разгрузки цемента на стройплощадке появились женщины из соседней деревни и предложили нам свою помощь. Я им отказал, сказав, что сейчас на стройке у нас только тяжелая мужская работа – таскать мешки, колоть камни. На что женщины рассмеялись и сказали, что они всю жизнь только этим и занимаются – таскают мешки и колют камни. В современном мире такие проекты – настоящий героизм. Большинство остается в стороне от общих проблем, не вмешиваясь в жизнь других людей. Люди сочувствуют многим, но на самом деле каждого из нас заботят только свои собственные проблемы. Я не раз сталкивался с равнодушием, но люди, которые писали, мне звонили, приезжали, помогали двигаться вперед. Этот проект – лучшее, что случилось со мной за всю жизнь. Друзья, в этом эпизоде мы попадаем в школу, но школу необычную. Это школа всемирная, которая соединяет страны, соединяет континенты. Я словно чистый лист, и за строкой строка меня заполнит жизнь знанием свысока. Я открываю мир, я открываю окна вопросов. Ответы множат мысли добрых сил, стирая пространство вражды. Северная Америка, Австралия, Евразия, Южная Америка, Антарктида, Африка. Я открываю мир. Я открываю мир. Мы все ходили в школу, и большую часть знаний об этом мире мы получили от наших школьных учителей. Вы знаете, сколько людей живет на планете, почему солнце светит, как образовались континенты, да абсолютно все. Но для многих детей в этом мире ходить в школу – это привилегия. Вы когда-нибудь встречали человека, не умеющего считать? Говорить о глобальном потеплении и экономическом кризисе, в то время как 60 миллионов детей лишены возможности учиться – это абсурд. Когда я зашел в одну из школ Непала на урок компьютеры, я удивился, не увидев ни одного компьютера. «А как вы их изучаете?» – спросил я. В ответ мне показали тетрадку, где была нарисована дискета. У меня перехватило дыхание. Каждый день и час, новая глава, История новая на пути. Познание без конца, дорогой мудреца, Каждый может идти. Я открываю мир, Я открываю окна вопросов. Ответы множат мысли добрых сил, Стирая пространство вражды. Норфт – Америка, Африка, Еразия, Сауфт – Америка, Австралия, Антарктида, Африка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открываю мир Открываю мир Открываю мир Мы построили школу в Непале. Самую обычную школу, где ее никогда не было. Я не знал тогда, как много судеб мы изменим. Как и не знал, что все будет намного сложнее, чем мы себе это представляли. С нами работали волонтеры со всего света. Через общение с разными культурами мы совершали свое кругосветное путешествие, не покидая одной страны. Мы строили свою Вавилонскую башню. Но в нашем проекте не было места тщеславию. Просто одни люди работали ради других. Разница языков лишь мотивировала нас больше общаться, познавать друг друга. И давала много поводов для смеха. Пока очень сложно оценить, что же конкретно мы сделали. В любом случае, результат мы увидим только тогда, когда дети долины Джофе вырастут. Я открываю мир, я открываю окна вопросов. Ответы множат мысли добрых сил, стирая пространство вражды. Северная Америка, Австралия, Евразия, Южная Америка, Антарктида, Африка. Австралия, Евразия, Южная Америка, Антарктида, Африка. Я открываю мир, открываю мир. Мне кажется, мы сегодня выучили много новых, хороших, замечательных слов. Событий, происшедших за эти время, хватит на 10 лет моей жизни. Для того, чтобы сделать мир лучше, не нужно никаких революций, громких речей и ужасных цифр. Нужно начать делать то, что кажется порой абсурдным. И после того, как пять раз ошибешься, один раз все-таки получится. Как говорил Юрий Никулин, если каждый человек на этой земле сможет сделать по-настоящему счастливым хотя бы одного другого, на земле все будут счастливы. Сочи, вы со мной? Давайте спаям вместе. Это очень просто. Все, что нужно делать, это просто повторять за мной. Вы готовы? Поехали! 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 Я тебя люблю! А теперь все вместе! You are not alone! Потрясающе! Hello, how are you? Я тебя люблю! Открываю мир! Как реагирует стадион? Вы только посмотрите и послушайте, друзья! Открываю мир! Открываю мир! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э! Здорово, друзья! Просто здорово! Салют-фестиваль! Аркадеметр из Владивостока Роман Гек! Финалист конкурса Евровидение! Победитель международного конкурса Новая Волна! Сергей Лазарев Russian architect from Vladivostok Roman Gek and Eurovision Song Contest finalist the winner of the New Wave International Contest Сергей Лазарев Будущее планеты зависит от нас 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов Сочи The future of the planet depends from us 19-й Всемирный фестиваль of youth and students in Сочи Дамы и господа Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Ladies and gentlemen Please welcome the president of the Russian Federation Владимир Путин И весь стадион стоя приветствует президента России Спасибо Спасибо, дорогие друзья Приветствую всех вас в России на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов на форуме на форуме юности планеты самым представительным за всю его историю здесь в Сочи собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира со всех континентов планеты вместе с нами и вся молодежь России нашей большой страны от Калининграда до Владивостока 70-летий назад состоялся первый фестиваль тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы сплотила силы мечты вера, что молодежь ее искренность, доброта способна растопить лед недоверия помогут избавить мир от несправедливости от войн и конфликтов и вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой а теплота человеческого общения не зависит от политических национальных религиозных культурных и всяких других различий наша страна наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи в 1957 году шестой фестиваль встречала вся Москва люди стояли на улицах и крышах домов москвичи радушно приветствовали гостей 12-го молодежного форума в 1985 году теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы Сочи 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 это город олимпийского братства и надежды пять колец как и пять лепестков фестивальной ромашки стали символом солидарности всех континентов убеждаю вас, молодежь разных стран национальности вероисповеданий объединяют общее чувство ценности и цели стремление к свободе к счастью к миру и согласию на планете желание созидать добиваться большего а мы будем делать все для того чтобы вы достигли успеха энергия талант молодости обладают поразительной силой молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи вам свойственны эксперименты споры свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей дерзайте создавайте свое будущее стремитесь изменить этот мир сделать его лучше все в ваших силах главное упорно идти только вперед а фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые ваши мечты и помыслы объявляю 19-й всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым добрый путь альбур 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 На фестивале сбываются мечты, и мечту одного человека мы можем исполнить все вместе прямо сейчас. Я часто мечтаю, мечтаю сделать всех счастливыми, люблю когда люди мне улыбаются, и мне от этого становится теплом. Я чувствую лучше любых слов. После школы я учился в пекарне на кондитера. Мечтал стать пекарем, готовить для близких и для других людей. Когда делаешь что-то ради других, сам меняешься. Два раза в неделю я работаю в офисе. Мне очень нравится. Чувствую, что приношу пользу. Год назад в моей жизни появился театр. У меня появились друзья, коллектив. Я с ними общаюсь. Театр стал второй семьей. Я очень хочу стать актером. Я много учился, много работал. Я независимый. Я могу принести в мир то, что не может никто другой. Я бы хотел избавить мир от зла. Но изменить мир в одиночку тяжело. Легче это сделать всем вместе. Мир невозможно изменить быстро. За одну секунду, за час и даже за день. Но все, кого мы видели сегодня, доказывают, что мир изменить все-таки можно. Стоит только начать над этим работать. Каждый по-своему и все вместе. Этот фестиваль и все его участники. Каждый наш поступок и каждый результат. Это и есть пробуждение. Наши поступки и есть белые голуби, которые летят в мир. И пусть стадион засияет. Возьмите в руки голубя. Три, два, один. И пусть будет счастье. Двенадцать тысяч голубей. Нет ни первых, ни последних. Это не супергерой. Это ты и твое сердце. На этом хоре голос твой. Чтобы каждый мог согреться. Стань, стань. Капли в море и света. Стань, стань. Ты единым целым. И нет ни первых, ни последних. Посмотри и пойми эту связь между людьми. Эту силу против бессилья. Можно чью-то волю нять и систему поменять. Слышать тихо, помоги мне. Нет ни первых, ни последних. Это не супергерой. Это ты и твое сердце. На этом хоре голос твой. Чтобы каждый мог согреться. Стань, стань. Капли в море и света. Стань, стань. Стань единым целым. Капли в море и света. Стань единым целым. Капли в море и света. Стань единым целым. Это не супергерой. Это ты и твое сердце. На этом хоре голос твой. Чтобы каждый мог согреться. Стань, стань. Капли в море и света. Стань, стань. Стань единым целым. Стань, стань. Капли в море и света. Я хочу сказать всем огромное спасибо. В добрый путь наш фестиваль. Репортаж на канале Россия вел Дмитрий Куберниев. Страна, мир. С праздником. Да здравствует фестиваль. Субтитры создавал DimaTorzok Бис.